Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем начатую нашу тему. Тему тех категорий людей, о которых мы сказали в самом начале. Это люди, которые скупятся, отстраняются от людей, отстраняются от нужд людей, хотя имеют большие возможности и так далее. Скупые люди. Вторая категория – это щедрые люди, которые помогают людям, стараются помочь в любых ситуациях. Третья категория – это люди нуждающиеся, действительно нуждающиеся. И четвертая категория, о которых я хочу сказать – это люди, которые как-то все это комментируют, говорят об этом и так далее. И мы уже описали первую категорию людей, которые скупятся, являются скупыми людьми и так далее. И остановились на второй категории людей, люди, которые помогают, люди, которые щедрые, люди, которые переживают за нуждающихся, будь то финансово, или же болеет человек, или же какая-то другая нужда. Алхамдуллах, эти люди стремятся прийти на помощь и так далее. И поистине то, что человек потратил ради Аллаха, это никак его не объединяет. Аллах, субхану атауаля, в Кур'ане говорит, что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для беззаконников нет помощников. То есть все, что вы потратите, это все сочтено у Аллаха. Аллах, субхану атауаля, все сосчитал. Даже если мы забыли, в судный день мы все это увидим, ища Аллах, и это все воздастся нам, если у нас были искренние намерения. И мы, как мы уже говорили, мы не испортили это порицанием кого-то, упреками тем, что мы совершили для кого-то, сделали для кого-то. Если мы не испортили свои деяния такими словами и упреками, то, иншаллах, мы в судный день это получим, если у нас действительно были искренние намерения. Аллах в Куране говорит, если вы раздаете милость у нее открыто, то это прекрасно, но если вы скрываете это и раздаете ее неимущим, то это еще лучше для вас. Он просит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете. И Всевышний в этом аяте говорит, если вы скрываете это и раздаете ее нищим, нуждающимся, то это еще лучше для вас. И этот аят указывает на то, что делать пожертвования скрыто лучше для нас. Это является благом, и это оберегает наши деяния от показухи, оберегает наши деяния от того, чтобы мы это совершали ради чего-то другого, кроме как ради Аллаха Субтитрова. Конечно же, может быть так, что наши публичные пожертвования могут стать хорошим примером, и люди последуют этому. В этом случае даже желательно сделать это открыто, явно, если ваши деяния послужат примером, хорошим, благим примером для остальных людей. Аль-Хамду лилля. Но если нет такой необходимости, то в этом случае, конечно же, лучше для нас, если мы будем совершать наши деяния скрыто. И это приводится в одном из хадисов, что Пророк Саллил А.С. сказал, «Семерых Аллах Субтитрова укроет в своей тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. Семь человек в судный день, когда будет великое бедствие, как Аллах Субтитрова об этом сам говорит в Курбане, в тот день, когда солнце будет очень близко, в тот день, когда люди от страха не смогут не сказать что-то, не пошевелиться, настолько будет страшно, в этот день семеро человек будут в безопасности, семь видов людей. Первый из них – это справедливый правитель, имам. Правитель, который поступает справедливо. Первый из них – это имам, который поступает согласно установлениям Аллаха и старается быть справедливым с людьми. Второй – это юноша, росший в поклонении Аллаху от совершеннолетия до старости, который провел жизнь в поклонении Аллаху, то есть вел праведную жизнь. И это не отчельник какой-то, не монах и так далее. Просто человек, который соблюдал нормы ислама и избегал запретного. Третий вид людей – это человек, сердце которого подвешено в мечети. Что здесь имеется в виду? Человек, который постоянно любит находиться в мечети, любит поклоняться Аллаху, любит верующих, общество верующих любит находиться в мечети. И если он покидает эту мечеть, то он скучает по ней, как многие скучают по своему дому. И он больше любит находиться в мечети, чем у себя дома или где-то в другом месте. Четвертый вид – это те двое, которые полюбили друг друга ради Аллаха. То есть друг друга любят из-за того, что они верующие. Любит человек из-за того, что тот праведный верующий человек. Именно это внушило ему любовь. Эти два человека в судный день будут в тени трона Аллаха. Пятый – это мужчина, которого позвала к себе или пожелала его знатная и красивая женщина, и он сказал, поистине я боюсь Аллаха. То есть отказался от запретного из-за боязни перед Аллахом, хотя для него это было огромным искушением. Но он отказался от этого. Шестой – это тот, кто подаёт милостыню тайно настолько, что его левая рука не видает о том, что тратит правая. Это не значит, что человек должен скрывать куда-то, прятать свою руку. Это значит, что этот человек щедрый. Он не стоит и не делает так, что правая рука хочет отдать, левая обратно забирает. Или не знает, как поступить, столько дать или не дать и так далее. Это щедрый человек, который уверен, и он не старается показывать это всё. Старается это всё сделать тайно, скрыто и настолько скрыто, что его правая рука не видает о том, что левая. Что значит? Человек вытащил тихо из кармана, отдал и не показывает это, и не стоит, и не демонстрирует это. Это имеется в виду. И седьмой тип людей – это люди, чьи глаза наполняются слезами, когда они в один отчестве упоминают Аллаха. То есть, когда они удалены от показухи, от каких-то обществ, когда они один на один, наедине со Всевышним дома, поклоняются Аллаху, упоминают Аллаха, и из любви и покорности Аллаху на глазах у них появляются слезы. Конечно, это все степени, великие степени людей, и не просто этого достичь. Однако, хвала Аллаху, очень много таких людей. И пусть на всех Всевышний сделает из них. Будут люди, у которых будет все качества, будут люди, у которых будет несколько качеств, будут люди, у которых будет всего одно качество, но при помощи этого качества Он в Судный день будет среди этих семерых. И далее Всевышний в этом аяте говорит, и Он просит Вам некоторые из Ваших прегрешений. То есть, из-за Вашей щедрости, из-за Вашей милостыни Аллаху прощает грехи. Милостыня является великой причиной для прощения наших грехов. Пророк Салли Аллаху сказал, милостыня гасит грехи так же, как вода гасит огонь. Для нас же это милость, великая милость. Один из подвижников, когда в его дверь стучался нуждающийся, он говорил, «Заходи, о тот, кто понесет мои блага в Судный день!» «О тот, кто понесет мои блага в Судный день!» То есть, из-за того, что я тебе помогу, ты в Судный день принесешь мне огромные блага. И некоторые воспринимают нуждающегося человека, как какая-то обуза для него. Он не желает, есть какая-то вынужденность и так далее. На самом деле, если он правильно понимает религию, правильно понимает ситуацию, это должна приносить ему радость, что он смог помочь нуждающемуся человеку. Неважно, как он помог. Помог ему финансово, помог ему каким-то делом, помог ему каким-то словом, помог ему, став посредником между правителем и подчиненным и так далее, помог ему восстановить его права, получить что-то, что ему полагалось и так далее. Все это является семи милостыней, если мы, конечно же, правильно понимаем свою религию. В другом хадисе Пророк, саллилуйя саламу, сказал, «Милостыня гасит гнев Аллаха и ограждает от плохой смерти». Если мы даже совершили какое-то дурное дело по неосторожности, или же так допустили слабину, совершили что-то, дайте милость ненуждающимся, может быть, посредством этой милости, Аллах смуталя простит вам тот грех, который вы совершили, и ограждает от плохой смерти. То есть, что значит плохая смерть? Мы видим, что человек умер в какой-то такой непонятной ситуации, мучаясь и так далее, и так далее. Но Аллах смуталя может быть обережет нас от такой смерти. Аллах смуталя в Куране говорит, обращаясь к Пророку, саллилуйя саламу, «Вести их прямым путем не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это и стремление к лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо». То есть, если, конечно же, человек не желает этого, не желает поступать правильно, не желает помогать нуждающимся, отворачиваться от людей, конечно же, на нас нет обязанности вести кого-то прямым путем. Мы просто говорим установление религии, то, что Аллах смуталя повелел. Дальше каждый из нас волен сам выбирать, чего он желает. И каждому воздастся в судный день, исходя из того, что он намеревался, и что он для себя выбрал. Что он для себя выбрал. Но далее Всевышний говорит, «Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим». То есть, Аллах не нуждается ни в чем и ни в ком. Аллах смуталя самодостаточный, наоборот, Аллах смуталя одаривает всех. Но если мы расходуем, это излечение для наших сердец, излечение от скупости, от жадности, от зависти. Также это огромные награды у Аллаха, и это сады блаженства в раю, если человек был искренним, ища Аллах. Это прощение грехов от Всевышнего. И Всевышний говорит, «Вы расходуете это только из стремления к лику Аллаха». То есть, на самом деле, если мы искренне верующие люди, то мы должны делать это ради довольства Всевышнего. Одно из важных условий правильной милостыни – это довольство Всевышнего. У человека должно быть правильное намерение. Если мы совершаем это ради довольства кого-либо, то наступит день, когда этот человек совершит какой-то поступок, который может тебя обидеть, может тебя разоздить. И в этот день ты вспомнишь то благодеяние, которое ты для него сделал, и ты непременно о чем начнешь упрекать. И когда ты делаешь ради кого-то, то ты ищешь благодарности всегда от него. Ждешь какой-то благодарности, какое-то восхваление, какой-то взаимности, чтобы он тебе тоже дал что-то, отплатил чем-то, какой-то взаимностью. Но когда ты делаешь это ради Всевышнего, у тебя нет такой потребности, и у тебя нет такого желания. Ты желаешь довольства Аллаха, ты желаешь награды Аллаха. Неважно, как он воспринял твою помощь, хвала Аллаху, ты скрыл, что это милостынь. Ты просто постарался приподнять и так, что ты просто помог соседу, ты просто помог близкому, ты просто помог нуждающимся. И если ты это сделал ради Аллаха, у тебя нет какой-то нужды в его благодарности. Хотя мы должны быть благодарными. Как Сава Пророк, Сава Салам, тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит и Аллаха. То есть неблагодарный он, он неблагодарный по отношению к Всевышнему. Однако это его личное качество. И мы не должны портить свои деяния неправильными намерениями. И Аллах, Сава Анатолия, говорит, и чтобы вы не потратились, благо будет полностью воздано вам подобно слову Аллаха в другом аяте, кто творил благое, то для самого себя. И подобных аятов много. То есть всё, что вы делаете, за это вам будет воздано сполна. То есть настолько, что вы никогда не ожидаете столько. Аллах, Сава Анатолия, будет награждать и награждать. Может быть, за самое маленькое деяние мы получим огромные награды у Аллаха, если у нас были правильные намерения. Как сказал один из учёных, если ты делаешь пожертвование и стремление к лику Аллаха, то с тебя не спросится о том, как эта милостыня была потрачена. Тебе за неё наградит Аллах, независимо от того, в какие руки она попала. И это и есть смысл аята. И чтобы вы не потратили из блага, будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены. Некоторые люди боятся, что вдруг то, что он отдал, вдруг не так потратят и так далее. На самом деле, даже если у вас было правильное намерение, но даже если вы дали человеку, который неправильно это всё потратил, в любом случае вам воздастся сполна. Конечно, если вы заранее знали, что это пойдёт на что-то запретное, и вы при этом потратили, это не будет милостыней. Конечно же. Но у вас было правильное намерение, и, иншаллах, вы помогли человеку, и он неправильно этим воспользовался. Но вы сполна, иншаллах, получите за это награду. И я призываю вас и себя быть искренними перед Аллахом, быть щедрыми, иншаллах, быть богобоязненными и стараться избавиться от скупости, вожатности, от пленности. Так поможет нам всем Аллах на этом пути. Ассаламу алейкум варахматуллахи варакату.